МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Сергей Денцов. Сегодня мы расскажем. Коллапс достойной режиссуры Фон Триера. Как циклон Ларс изменил жизнь Гродно. Эпидемиологи города рекомендуют воздержаться от празднования вечера встречи выпускников, чтобы предотвратить риск распространения коронавирусной инфекции. Качественное содержание, улучшение внешнего облика. Как преображается Гродненский областной дворец творчества детей и молодежи в процессе благоустройства. В Гродненском городском отделе Союза поляков на Беларуси подвели итоги работы за 4 года. Наметили планы на будущее и выбрали председателя правления. Зима глазами гродненских авторов. В выставочном зале проходит выставка «Накаляды». Второй день подряд Гродно получает от приложения «Яндекс.Навигатор» десятку. Гордиться тут, правда, нечем. Это оценка показателей максимального уровня пробок на дороге. И как только в понедельник днем зарядил снегопад, дорожная обстановка в Гродно стала накаляться. А утром во вторник было понятно. А в этот день объяснительные за опоздание писать не придется. Как изменил жизнь Гродно, накрывший город циклон Ларс, как долго он у нас погостит и почему не стоит ругать коммунальников за нечищенные дороги, расскажет наша съемочная группа. Утро началось у Гродненцев не с кофе. Каждый автовладелец подтвердит, раскапывание из сугроба своего железного коня бодрит гораздо сильнее кофеина. Но а если автомобиль увяз слишком сильно и никакая лопата его из снежных объятий циклона Ларс вызволить не смогла, незадачливые водители отправляются на автобус, троллейбус или вызывают такси. Здесь, впрочем, картина не легче. Тяжелый общественный транспорт буксует на небольших подъемах или тяжелым брюхом садится в снежную кашу и уже не может выехать. Такси – те же легковые авто, которые все равно быстрее пробки проехать не могут. Так что опозданий утром во вторник было наверняка немало. Обстановка на дорогах города и области была очень сложной. Скользко, снежно, обильный снегопад мешает обзору. Как результат – заносы аварийной остановки ДТП. С 26 января Гродненское ГАИ анонсировало усиленный контроль за правилами проезда перекрестков. Его инспекторы решили отложить. В таких погодных условиях, говорят они сами, не до рейдовых мероприятий. Из-за погоды откладывается также анонсированный ранее ремонт дороги в районе проспекта Клюцкого улицы Янки-Купалы. Сами инспекторы перепрофилировались. В случае необходимости готовы вытянуть машину, подкурить аккумулятор. Необходимым инструментом они владеют. На территории Гродненской области в связи с выпадением осадков осложнена дорожная обстановка. Только за минувшие сутки зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом. Сотрудники госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме. Сопровождается снегоуборочная техника. Не оставляйте, пожалуйста, свои транспортные средства на проезжей части. Казалось бы, в таких обстоятельствах удобнее быть пешеходом. Мороз совсем не сильный, а пробуксовок и заносов на тротуаре не случается. Но не тут-то было. Меньше чем за сутки стороне мициклона Ларс в Гродно выпала декадная норма осадков. В понедельник утром толщина снежного покрова достигала в лучшем случае 4 сантиметров. А уже во вторник днем мы намерили минимум 25 сантиметров. Обойти такие залежи и сугробы непросто. И судя по обещаниям синоптиков, линейку для измерения выпавших осадков в среду придется брать еще больше. Снегопад не прекратится еще как минимум сутки. Погодные условия будут определять циклон, смещающийся через территорию Беларуси на Россию. На большей части области ожидаются осадки. В основном снег, мокрый снег. Ночью местами осадки будут сильные, метель. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер переменных направлений умеренный. Ночью и утром во многих районах порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В отдельных районах до 23. Кроме того, городские власти просят собственников жилых домов, внимательно следить за кровлями, предпринимать меры по их очистке. Падающие с крыш огромные пласты снега и сосульки могут быть смертельно опасны. Жилищно-коммунальные службы следят за очисткой дорог, тротуаров обеспечивают проезжаемость дорог для общественного транспорта. Они работают, но побороть стихию человеку не под силу. Достается и спецавтохозяйству, но на предприятии заверили – дороги чистят. Весь спецтранспорт постоянно находится на расчистке. Предприятие работает в круглосуточном режиме работы. Совместно с ГАИ сформировано 7 колонн автотракторной техники. Для уборки города задействовано более 60 единиц снегоуборочной техники. Также задействовано 160 уборщиков территории. На данный момент израсходовано около 500 тонн противогололедного материала. Но пока в одной части города успевают расчистить, в другой уже снова засыпает. Кроме того, иногда нужно помочь застрявшим. В связи со сложившимися погодными условиями, а также осложненной дорожной обстановкой, Госавтоинспекция напоминает о соблюдении скоростного режима и дистанции на дороге. А также обращает внимание на необходимость убрать и не парковать личный транспорт вдоль дорог. Такой автомобиль мешает проезду спецтехники и очистке дорог. На САХ и ЖКХ надейся, но и сам не плашай. Срезатого ноября 2017 года действует решение горосполкома, где граждан призывают самостоятельно убирать от снега внутри дворовую территорию и пространство не менее метра возле транспортного средства. Да, во дворы трактор поедет не в первую очередь, но стоит отдать должное гродненским водителям. Автомобильную солидарность они соблюдают на 10 баллов. Поделиться лопатой или вытянуть автомобиль помогут без лишних вопросов. На борьбу со стихией отправили также и военнослужащих. Они помогают, например, в Октябрьском районе. Если в прошлом году все сетовали на совсем бесснежную теплую зиму, то январь 2021 года, пожалуй, запомнится надолго. Вот кому-кому, а детям циклон Ларс принес много радости. Снег нынче хорошо лепится, превращаясь в снежки и огромные снежные крепости под влиянием неуемной детской фантазии. Илланд Абудила, Андрей Шаповалов, Виталий Рубанов. Новости Гродно+. Обратите внимание, со вторника 26 января на 5 месяцев должно было закрыться движение по проспекту Янки-Купалы от перекрестка улицы Южной и проспекта до автозаправочной станции «Беларусь-нефть», расположенной на Янке-Купалы. Однако из-за погодных условий запланированные дорожные работы там пока вестись не будут. Поэтому этот участок дороги по-прежнему открыт для движения транспорта. По официальным данным Министерства здравоохранения Беларуси, на 26 января с начала пандемии зарегистрировано 239 482 человека с положительным тестом на COVID-19. За сутки прирост составил 847 пациентов. Это в два раза меньше, чем в минувшее воскресенье. При этом всего с начала пандемии в стране выздоровели уже более 224 тысяч пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1668 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. За последние сутки выполнено более 8 тысяч тестов. Несмотря на снижение заразившихся коронавирусной инфекцией, медики по-прежнему рекомендуют воздержаться от посещения мест большого скопления людей. Особенно в предстоящие праздники. Напомним, каждый год в первое воскресенье февраля отмечается вечер встречи выпускников. Кроме того, в Гродненской области действует запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. С учетом эпидемиологической ситуации, в целях предупреждения распространения инфекции COVID-19, специалисты санитарно-эпидемиологической службы категорически рекомендуют отказаться от проведения вечеров встреч выпускников в школах в этом году. За прошедшую календарную неделю, по сравнению с предыдущей неделей, отмечается прирост случаев ОРИ на 28% за счет детского населения. Более того, напомним, что в стране действует масочный режим. К слову, как отмечают эпидемиологи, в Гродно основное количество людей его соблюдают. А на прошлой неделе в Беларуси началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Для прививки используется российский препарат «Спутник Ви». В первую очередь вакцинация проводится среди медицинских работников. Следом будут прививаться работники образования, а также те, кто по роду деятельности общается с большим количеством людей. Записаться на прививку также может каждый желающий в поликлинике по месту прописки. Кадровый день. Во вторник стало известно, что новым директором Гродно-Азот был назначен Игорь Левшенко. Ранее этот пост занимал Игорь Бобырь, руководивший предприятием с 2017 года. Игорь Левшенко хорошо знаком с работой этой отрасли. Еще будучи в должности вице-премьера Беларуси, он курировал нефтехимический комплекс и промышленность. Оценить масштабы производства и изучить перспективы на будущее. Министр экономики Александр Червяков посетил щученское предприятие, которое производит ингредиенты для пищевой и кормовой промышленности. В ходе рабочей поездки ему представили новую линию по выпуску мягкого сыра рикотта, щучинского аналога одного из любимых итальянских молочных продуктов. Это нечто среднее между творогом и сыром, поскольку готовится она не из молока, а из сыворотки. На данный момент заканчивается монтаж этой линии, и уже в ближайшее время она будет запущена. Это щученское предприятие является крупнейшим производителем ингредиентов не только в нашей стране, но и в Восточной Европе. В Гродно продолжают работать общественные приемные. Вопросы, которые поднимаются в ходе таких встреч, довольно разнообразны. Это и предложения горожан об улучшении жилищных условий, развитии инфраструктуры в отдельных районах, помощь в реализации проектов и общественно-политические вопросы. Впоследствии все важные предложения будут обсуждаться на Всебелорусском народном собрании, которое пройдет 11 и 12 февраля. Стать участником общественного диалога может любой желающий. В текущие месяцы в Гродно будут работать общественные приемные в разных районах. Их график спланирован так, чтобы жители областного центра могли посетить их в удобное для себя время. В Гродненском городском отделе общественного объединения «Союз поляков на Беларуси» подвели итоги работы за последние 4 года. Это отчетно-выборное заседание прошло согласно уставу при участии не менее 2-х третий членов городского отдела. Сегодня он насчитывает 75 постоянных членов. В ходе заседания не только подвели итоги и отчитались о проделанной работе, но и на следующие 4 года выбрали председателя правления. Им по решению присутствующих остался Казимир Знайдинский, который уже давно занимает эту должность. Общественное объединение «Союз поляков на Беларуси» на регулярной основе организует и проводит мероприятие культурной направленности. Главными целями являются сохранение польских традиций, польской культуры. Это польская библиотека, это польские школы в Гродно и Волковыске. Это проведение культурно-массовых фестивалей, как фестиваль национальных культур, канал Августовский в культуре всех народов. Это спортивные турниры, мероприятия. К слову, для того, чтобы стать членом общественного объединения, не требуется предоставлять доказательства этнической принадлежности к польской национальности. Достаточно желания заявителя, его этнические корни значения не имеют. Работы по благоустройству, в том числе прилегающих территорий Гродненского областного дворца творчества детей и молодежи, активно ведутся с июля прошлого года. Уже сегодня можно говорить о том, что первая очередь ремонта выполнена. Во дворце работает 243 детских объединения, где занимаются почти 3000 ребят от 6 до 18 лет. Здесь ведется внешкольная работа по разным видам деятельности и творчества. Воспитанники центра регулярно принимают участие в различных конкурсах, концертах, выставках и неизменно демонстрируют высокий уровень подготовки и способностей. В целом, во дворце творчества детям предлагается очень широкий спектр дополнительных занятий. Вместе с тем, его внешний облик уже давно не соответствовал внутреннему наполнению. В первую очередь, давно потеряла эстетический вид прилегающая территория и местами даже представляла опасность. Так, ступени, ведущие во дворец творчества детей и молодежи, имели особенно удручающий вид. Они были серьезно повреждены. Но теперь они уже отремонтированы и будут более безопасными, удобными и современными на вид. Улучшения не обошли стороной и всю прилегающую территорию. Сначала были проведены подготовительные работы, вырублены деревья, которые опасность представляли. Но вместе с тем зеленый мир не пострадал. И наша зеленая зона пополнилась 27 насаждениями. Появились зоны, где можно будет посидеть на скамеечке, где можно будет площадки, где можно поиграть и с детьми, в том числе и младшего возраста. На месте разобранных площадок и дорожек появились сегодня уже новые дорожки с современным плиточным покрытием. Кроме того, этому предшествовали археологические исследования, ремонт системы водоотведения, канализации. В Новый год дворец вошел с новой входной группой. К слову, в этом году Гронинскому областному дворцу творчества детей и молодежи исполнится 45 лет. И свой юбилей он отметит обновленным. В прошлом году мы здесь после глобального ремонта открыли бассейн, а в планах на этот год открытие второго хореографического зала. Танцевальное направление пользуется у воспитанников дворца большой популярностью, и имеющихся для этого площадей уже не хватает. Ежегодная тематическая выставка «Накаляда» открылась в Гродненском выставочном зале. Это уже традиционный проект, который объединяет работы на рождественскую и новогоднюю территорию. Увидеть волшебную зиму глазами гродненских авторов можно через скульптуру и графику, декоративно-прикладное искусство и, конечно, живопись. Здесь представлено все. Особенность этой экспозиции заключается в том, что она представляет собой традиционный отчет за год и является своеобразным подарком городу от членов Гродненского отделения Белорусского союза художников. Но не обошлось и без сюрпризов. Авторы предлагают не только погрузиться в зимние пейзажи с головой, но и оценить новые результаты их творческих поисков. Так, например, в этом году публику удивил Анатолий Селитыцкий. В выставочном зале автор известен как хороший скульптор, однако на традиционную выставку принес еще и живописную работу, к тому же на калядную тематику. В этом году участие в экспозиции приняли 18 гродненских авторов. Работы художников из области не были представлены ввиду сложной эпидемиологической ситуации. Данная выставка будет демонстрироваться до конца января, но как только мы ее открыли, сразу пошли на эту выставку студенты, молодежь. Мне очень приятно, что молодое поколение настолько активно стало посещать выставки. И я думаю, что им интересно вообще посмотреть современное искусство. Чем сейчас живут современные художники, какие у них темы. Надо отметить, что многие работы датированы 21-м годом. То есть художники специально к этому проекту готовились и закончили работы в 21-м году. Выставка продлится до 1 февраля. Посетителям экспозиции стоит помнить о соблюдении социальной дистанции, а также использовать маску. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. Ну а я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова